Здравствуйте! На канале Заречной программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Каков порядок подключения к пакету телепрограмм телерадиокомпании «Заречной»? Какое питание предлагают специалисты комбината школьного питания детям, имеющим пищевые аллергии? Каков порядок проезда перекрестка проспекта 30-летия Победы и улицы Озерской? Оставайтесь с нами, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы. Как подключиться к пакету программ телерадиокомпании «Заречной»? С таким вопросом к нам обратилась жительница города, которая некоторое время назад решила сменить оператора, предоставляющего ТВ-услуги. В свое время, объяснила женщина, ее привлекло большое количество каналов. Но позже выяснилось, что необходимости в них нет, так как смотрит она в основном те же программы, что и раньше. Еще один минус, который отметила телезрительница – несвоевременное устранение неполадок. Если специалисты телерадиокомпании могут проверить и настроить оборудование своих абонентов в день обращения, то у другого оператора появления мастера нужно было ждать несколько дней. Каков порядок подключения к пакету программ телерадиокомпании «Заречной»? Подключиться к сети кабельных каналов телерадиокомпании «Заречной» горожане могут по адресу Ленин, 18-Б. Либо можно заполнить анкету на портале городзет.инфо, и к вам приедет техническая служба и подключит вас к нашей замечательной сети кабельных каналов. С 1 октября по 30 декабря телерадиокомпания «Заречной» проводит акцию по названиям «Подключись». При включении к кабельной сети ОАО телерадиокомпании «Заречной» абоненты в первый месяц будут бесплатно смотреть телеканалы. Телерадиокомпания «Заречной» представляет 20 цифровых и 30 аналоговых каналов. Стоимость пакета составляет 140 рублей в месяц. Все подробности уточняйте по адресу Ленин, 18-Б, либо по телефону 60-13-19. Следующий вопрос телезритель задал нам на сайте телерадиокомпании «Заречной». Здесь каждый горожанин может оставить свое сообщение. Ни одно мы не оставим без внимания. В этот раз «Зареченцы» интересовал порядок проезда перекрестка, 30-летие Победы и улицы Озерской. Организация движения на этом перекрестке менялась несколько раз. Первоначально это было пересечение главной дороги и второстепенных. После того, как обустроили клумбу, здесь появился участок дороги с круговым движением. Но потом порядок движения изменили вновь. Перекресток проспекта 30-летия Победы и улицы Озерской часто ставят водителей в тупик. Конечно, у тех, кто движется по главной дороге, вопросов не возникает. А вот участники дорожного движения, которые перемещаются по второстепенным дорогам, порой задумываются, кто кому должен уступать. Если к перекрестку одновременно подъезжают машины со стороны автобусной остановки и профилактория, то, как правило, оба транспортных средства замедляются, и оба водителя готовы уступить путь друг другу. А здесь все друг другу уступают, не только я. Александр – таксист, и ему часто приходится проезжать этот перекресток. На место пересечения дорог он попадает с разных сторон. Но вопросы очередности проезда возникают только, когда приближается к перекрестку от профилактория. С главной точной я уступаю. Останавливаясь, вон, треугольники, наподобие… Я его проезжаю, уже я, все, он должен меня пропускать, по идее. Так выходит. У него тоже, у меня, это самое, как на главную я уже выхожу. А с другой стороны, у меня уступи дорогу, я должен уступать. И непонятки вот из-за этого. А так-то я уже, если по прямой еду, вот посередине сюда доезжаю, я уже на главной, по идее. Путаются при проезде перекрестка и водители, которые въезжают на него со стороны открытых спортивных площадок. По правилам я должен уступить им. Так как они уже выходят на главную дорогу. Кто-то пропускает, кто-то нет. То есть чаще водители осторожничают, следуют, кто кого не уступает, и кто по потоку начинает? Да. Порядок проезда перекрестка определен установленными дорожными знаками. На них указана главная дорога и второстепенные. При движении от профилактории водители должны уступать дорогу всем автомобилям, пересекающим перекресток. Дорога является второстепенной, там установлены соответствующие знаки. То же самое, уступи дорогу и направление главной дороги. В данном случае водители обязаны уступить дорогу всем транспортным средствам, включая транспортные средства, которые приближаются к нему справа со стороны Озерской дома номер 22. Уступить должны водители, которые двигаются от профилактории. Да, 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 от профилактории. При въезде на перекресток с другой второстепенной дороги, со стороны открытых спортивных площадок, водители также должны руководствоваться установленными дорожными знаками и правилами дорожного движения. В данном случае водитель, выезжая на дорогу, обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по главной дороге по проспекту 30-летия Победы, допустим, с поворотом на улицу Озерской. Обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа. То есть он выезжает на перекресток и уступает дорогу тем транспортным средствам, которые движутся справа. Во время подготовки сюжета мы пообщались со многими водителями. Безошибочно прошли дорожные знаки и разъяснили порядок проезда перекрестка только два зареченца. Водитель муниципального предприятия «Автотранс» и девушка. Правда, представительница прекрасной половины человечества поначалу немного растерялась, но сразу же нашла верное решение. Здесь руководствуется помех справ, естественно. Если вы едете с стороны профилактория, получается, они выступают себе. Потому что они выезжают со старостепенной полосы. Я запуталась. Нет, получается, я их пропускаю. Они правильно сначала едут, потом я проезжаю. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах и при проезде любых участков руководствоваться правилами и знаками дорожного движения. У нас на данном перекрестке установлены соответствующие дорожные знаки. Это главная дорога и направление главной дороги. То есть водитель обязан руководствоваться требованием именно этих знаков и требованием помехи справа. Кругового движения здесь у нас нет. Круговое движение у нас обозначается дорожными знаками круговое движение. Как родители школьников могут высказать свои предложения и замечания по организации питания детей в образовательных учреждениях? Специалисты комбината школьного питания обеспечивают учащихся горячими завтраками, обедами и полдниками. К новому учебному году было разработано новое меню. Но и его уже корректировали по просьбе детей родителей. Где и как специалисты комбината школьного питания обсуждают заинтересованными зареченцами вопросы по организации питания учащихся. Мы планировали встречаться с родителями и хотели, чтобы родительские комитеты нас вызывали в пищеблоке. Пока ни одного приглашения не было. Но мы очень активно с родителями переписываемся в одноклассниках. Я сама веду эти диалоги, информацию, сообщаем родителям по оплатам, по каким-то нововведениям. Очень активно переписываемся. Спасибо большое родителям. У нас все мнения учитываются, все пожелания, все вопросы мы рассматриваем. Если есть какие-то претензии, мы тут же реагируем, выезжаем, решаем. Например, родители просили изюм убрать из запеканки, рыбу поменять на рыбные котлеты, убрать печенку. Мы все мнения учли, провели опрос. Также в одноклассниках родители сами голосовали. И на основании этого полностью поменяли меню. Мы его с 1 сентября запустили, но уже 20 числа мы его подкорректировали по просьбам родителей и детей, конечно. В планах сотрудников комбината школьного питания была разработка специального меню для детей, страдающих пищевой аллергией. Удалось ли его составить и как организуют питание детей, которым противопоказан ряд продуктов. Сейчас не очень активно родители принесли нам справочки. Справок мало, но мы не можем на основании их предложить единый вариант диетического меню. Потому что настолько диапазон большой из тех продуктов, с которыми нельзя, это одному ребенку до 10 продуктов. То есть им единый мы не можем. Мы сейчас буквально с 1 октября им предложим просто замены из основного меню. Вот как мы в садах это делаем. То есть не удалось разработать единый для всех, вот прям единый универсальный диетический. Так не получается. Получается только заменять из основного меню, убирать им продукты и им заменять конкретно каждому ребенку. Это все будет адресно, да. То есть мы сейчас дорабатываем, еще справочки доносят нам, вот они приносят их мне, и мы с ними работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова